2020 год стал роковым для многих пар отечественного шоу-бизнеса. 22 июня в своих аккаунтах Instagram Гарик Харламов и Кристина Азмус разместили пост о том, что решили расстаться. Для многих это было неожиданностью, для остальных же признание пары не стало новостью, поскольку поклонники давно заметили отсутствие совместных фотографий в аккаунтах обоих супругов. Давайте выясним, что стало причиной развода, почему Кристину неоднократно обвиняли в изменах, а Гарика Харламова называли рогоносцем, какую роль в расставании пары сыграл фильм «Текст», правда ли, что Гарик не справился с общественным мнением и нападками хейтеров, и при чем здесь бумеранг? Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самое интересное. Подписались? Тогда мы начинаем! Русский Джим Керри Гарик Бульдог Харламов начал свой звездный путь с КВН. Смешной парень с живой мимикой выступал за команду «Незолотая молодежь» и запомнился зрителю необычными шутками и пародиями. Неудивительно, что вскоре он стал одним из резидентов нового для России формата комедийного шоу – Comedy Club. Некогда сомнительное предприятие молодых юмористов превратилось в одной из самых популярных развлекательных шоу страны. И Харламов в этом шоу был безусловной звездой. Именно в Comedy Club он смог раскрыть все свои таланты и стать популярным и востребованным комиком с солидными гонорарами. Личная жизнь Гарика Харламова не была бурной. Первый роман юмориста случился в 2002 году. На съемках любительского фильма он познакомился с будущей звездой «Фабрики звезд 3» Светланы Светиковой. На тот момент девушке было 17, а Гарику 20. Молодые люди были сильно влюблены и даже планировали пожениться, но свадьбу решили отложить из-за юного возраста Светиковой. Однако спустя два с половиной года пара решила разойтись. По словам Гарика, причиной расставания стали гастроли и несовместимость характеров. Со своей первой женой Юлией Лещенко Гарик познакомился в одном из ночных клубов, где девушка работала администратором. Предложения руки и сердца Юлия дождалась далеко не сразу. До этого пара около трех лет прожила в гражданском браке. В 2009 году он сделал ей предложение, а через год состоялась их свадьба. Ходили слухи, что Харламов женился на девушке из-за беременности, но тема беременности оказалась для пары очень болезненной. Стать родителями им так и не удалось. Спустя два года после свадьбы Харламов стал отдаляться от Юлии и вскоре все узнали о новом романе Гарика, на сей раз с юной актрисой Кристиной Асмус. Все накинулись на Кристину, называя ее разлучницей. Всем было жалко законную супругу Харламова. Многие осуждали Кристину за то, что она увела мужа из семьи, но Асмус с Харламовым не обращали внимания на злопыхателей и не комментировали свои отношения. Пересуды прекратились только тогда, когда все узнали, что Асмус беременна от Харламова. На сей раз Гарик сильно торопился жениться на Кристине, чтобы ребенок был рожден в законном браке. Но Юлия Лещенко решила иначе. Она добилась отмены принятого судом решения о разводе с Харламовым, и заключенный к тому моменту брак с Асмус был аннулирован. В качестве причины отмены было желание Юлии поделить все нажитое в браке имущества поровну, с чем Харламов был категорически не согласен, мотивируя это тем, что он работал, а Юлия сидела дома. Развод был долгим и тяжелым, но через суд Юлии все же удалось получить часть имущества и денег, которые она затем вложила в свой бизнес. Лещенко занялась продажей товаров на основе женщины. Тем временем у Асмуса Харламова родилась дочка, и пара была по-настоящему счастлива. К тому времени актриса была широко известна благодаря роли Вари Черноуз в комедийном сериале «Интерны». За плечами у Асмус был непродолжительный роман со своим сокурсником Виктором Степаняном и большое желание стать известной актрисой. Поэтому Кристина через год после рождения ребенка вплотную занялась своей карьерой. Она стала появляться в различных шоу и телевизионных проектах. Актриса так правдоподобно играла свою роль, что у зрителей стали возникать неудобные вопросы. Нужен ли был такой страстный поцелуй с партнером на шоу «Танцы на льду»? Чем он был обоснован? Актерской игрой все обращали вопросительный взгляд в сторону Гарика Харламова, но тот говорил лишь о том, что Кристина актриса и это часть ее работы. Когда вышел фильм «Текст», поползли слухи о том, что во время съемок у Кристины завязался страстный роман с актером Иваном Инковским. В фильме у актеров была очень интимная сцена, которую снимали на Мальдивах. Кристина и Иван должны были уединиться в номере отеля и снять весьма откровенную постельную сцену на телефон. Сцена показалась зрителям столь откровенной, что никто не поверил в то, что это игра. Все решили, что все было по-настоящему, и Кристина изменила Гарику. Поклонники просили Гарика объяснить странное поведение его жены, но вместо этого Гарик отшучивался в привычной ему манере. Он говорил, что Кристина актриса, а кинематограф – великое искусство, и там нет ничего предосудительного. Но пользователи социальной сети не внимались и смеялись над ним, называя его рогоносцем и человеком, которому нравится наблюдать за изменами жены. Харламов долго держал оборону, но, видимо, самолюбие шоумена было задето, и он не смог справиться с натиском злопыхателей. Многие считали Кристину Асмус тихоней, и такое поведение замужней женщины возмутило пользователей. Все вспомнили, что она увела юмориста из семьи, неоднократно прилюдно целовалась с партнерами по сцене, снималась в обнаженном виде в ряде фильмов, а интимная сцена в фильме «Текст» совсем разочаровала поклонников, посчитавших, что Асмус изменила Харламову на глазах у всех. Образ порядочной девушки таял на глазах. К тому же опровержение от Асмус, что в сцене играли дублеры, была использована графика и тому подобные киношные спецэффекты, не последовало. Было всего четыре дубля, первые три были совершенно детские, они были лайтовые в абсолютном зажиме. Это были Ваня, Янковский и Кристина Асмус, которые не могли пристроиться друг к другу. Поэтому был четвертый дубль, и именно он вошел в финальный монтаж. В одном из интервью зрителям показалось, что Янковский и Асмус открыто смеются над Харламовым. На вопрос Ивана Урганта о том, как Гарик отреагировал на интимные сцены с Асмус, в том числе в театре, Янковский ответил, «Гарик фанат этого, он только это и смотрел бы. Я понял это по его глазам после спектакля. Я смотрел в его глаза, и он улыбался». «Но Кристине он другое говорил?» – спросил ведущий, на что Асмус ответила, «Можно я не буду об этом вспоминать?». Еще один факт, на который обратили внимание пользователи, это то, что Иван Янковский в это время встречался с дочерью лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева, актрисы Веры Панфиловой. Однако на премьеру фильма пришел не с ней, а со своей сестрой. Известно, что они расстались на некоторое время, но потом Вера простила его, и они снова сошлись. Янковский публично благодарил свою возлюбленную за это. «Спасибо, Вера, я тебя люблю. И спасибо, что ты рядом со мной, даже когда я веду себя как…». В мае 2019 года Кристина в компании сестры и дочери улетела в Арабские Эмираты. На фото Кристина предстала в коротких шортах и подписала фотографию «Жду Уилла Смита». Пользователи закидали Асмус вопросами «А как же Гарик? Режиссеров соблазняешь? А Харламова уже не ждут?». К удивлению, многих фанатов актриса вновь улетела на курорт без своего супруга. Неужели Гарик не смог выкроить пару дней в своем графике, чтобы провести отпуск с семьей? Гарику Харламову предстоит очередной развод и раздел имущества. Кристина Асмус неоднократно рассказывала в своих интервью, что те деньги, которые зарабатывает она, как актриса – только ее деньги, а деньги, которые приносит домой Гарик – общие. В любом случае, за 8 лет брака паре удалось хорошо заработать, а Гарику еще и выиграть в латвийском казино приличную сумму – 317 тысяч евро, что эквивалентно 25 миллионам рублей. Звезда Comedy Club действительно получает в разы больше актрисы. У него не только авторские программы на телевидении, но и многочисленные рекламные контракты. Говорят, Гарик только за год получает около 200 миллионов рублей. Хорошие гонорары позволяют ему разъезжать на таких дорогих машинах, как Audi и Porsche Cayenne. Кроме того, в 2014 году он смог приобрести квартиру на проспекте Мира. К тому же Гарик приобрел для семьи четырехэтажный особняк на рублевке. Теперь же им предстоит решить, кому в итоге достанется роскошная покупка. Несмотря на то, что шоумен зарабатывает хорошие деньги, он точно помнит, когда, где, сколько и на что потратил свои кровные. Еще когда мужчина жил вместе с первой супругой, он четко давал понять, что все то, что он купил, стоило ему больших сил и нервов, и явно принадлежит только ему. 11 лет, с 98-го года, начиная с КВН, кропотливой работы, не щадя, скажем так, здоровья. За каждую копейку в этой квартире я знаю точно, когда и как это было заработано. Турами, гастролями, бесконечными переездами, нервами и, ну короче говоря, большим объемом работы. В то же время юморист часто говорит, что тратит деньги на ветер. Конечно же он лукавит, ведь он тратит деньги на брендовые качественные вещи. В одном из интервью он говорил, видите, на мне прекрасный пиджак от Ричман. Вот ради него я вчера до 4 часов утра снимался в офисе, а потом до 9 в Камеди Клаб. И ничуть об этом не жалею. Доход Кристины намного скромнее. В год она, по слухам, получает около 30 миллионов и разъезжает на Порш за 5 миллионов рублей. В отличие от Харламова, артистка с собственным жильем не обзавелась. Несмотря на развод, Гарик планирует сохранить хорошие отношения с Кристиной. Он благодарен ей за 8 лет совместной жизни и за дочь Настю. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди много интересного.